Привет всем, с вами Ваша Силба Ботовласть, Серебряная Бабочка. Что ж, буду отвечать на вопросы и комментарии. На клип болталка обо всём, что мы посмотрели. Баленсиага, место встречи изменить нельзя. Рита написала, эх, Оля, Оля. Ну хоть бы автограф взяли у знаменитых актёров. Тогда, когда я с ними летела в самолёте, как-то вот, я не знаю, как я к себе относилась. Мне казалось, что это само собой разумеющееся, что ко мне подошли какие-то дядьки и начали флиртовать со мной. А то, что они актёры, не актёры, это было как бы дело пятое. То есть было смешно, прикольно. Я знала, что они актёры, но чтобы там присмыкаться и брать автограф, что-то у меня ума не хватило. Вот серьёзно. Я как в каких-то облаках витала, как бы в прямом и переносном смысле слова. Просто сидела, балдела, как будто вот с какими-то обычными людьми. Но с другой стороны, они же тоже обычные люди. Вот. И спасибо, что вы меня скорректировали, потому что фамилия Виктор Павлов. А я неправильно назвала. Так что извините. Так. Я иду как бы на компромисс. Я покупаю новинки, чтобы показать вам. Но в то же время стараюсь себя сдерживать, чтобы не покупать их каждый день. И вам также советую. Не клюйте на рекламу. Значит, на видео болталка обо всём, что мы посмотрели, Болинсиага, место встречи изменить нельзя. Спасибо за ваше видео. Это и правда. Стали для меня неотъемлемой частью каждого дня. Насмотрюсь политических обзоров. Напсихуюсь. И давай свою силу Баттефлай искать. Для того, чтобы погрузиться в умиротворяющую обстановку и эстетство. Спасибо, дорогая. Спасибо вам. Спасибо вам, кто приходит, не такой наэлектризованный политическими новостями, просто приходит ко мне в гости, посидеть, попить кофе вместе и посмотреть новые парфюмы или косметику. Или послушать мои истории. Вот ещё. Тоже на этот же клип. А как вы относитесь к произведению «Мастер и Маргарита»? У нас вышла новая экранизация, но 2005 года, конечно, лучше. Значит, что скажу. Я не смотрела ни 2005, ни, я не знаю, какого ещё там года. Я смотрела отрывки какие-то ещё, по-моему, черно-белые. Был и «Мастер и Маргарита» в прошлом, давно. И «Лолита» Набокова. В чёрно-белом, по-моему, американское кино. Ну что скажу. «Лолита» — это вот в настоящее время, оно бы не так расценивалось. А тогда, типа, воздыхание мужчины взрослого о молодой девочке. Ну как-то так. Я вот сейчас не представляю, вот это, допустим, 16-летняя какая-то девчонка с каким-то мужчиной взрослым, там, с 40-50-летним. В общем, я не знаю. Такая тема сложная. Может, давайте её оставим на потом. Что касается самой экранизации, я не видела новую. И не собираюсь, честно говоря. Не знаю, почему. Я, вернее, знаю, почему. Я не могу смотреть всё, что после 2000 года российского производства. Не потому, что это российского производства, а потому, что я уже где-то объясняла, что я больше как советский человек. В общем, скажу то, что я не буду смотреть «Новый мастер Маргарита», хотя посмотрела несколько обзоров. И почему-то даже вот эстеты российские, которые смотрят кино как бы настоящее, народное, до настоящего дня, допустим, 20-й год. Даже не 20-й год, получается, начиная с 2000-х и дальше. Даже они ничего не сказали хорошего. То есть в основном все в шоке и ничего не нравится. Я не знаю, может быть, я себе заставлю и посмотрю. Трейлер я посмотрела. Но вот он был 2 минуты 25 секунд, я еле высидела, если честно. А целое кино смотреть не знаю, не знаю. Вот еще очень классный комментарий на клип «Пустые баночки» от Ифраше. В общем, так далее и тому подобное. Написала, мне кажется, это Юлия, потому что у меня аватарка не высвечивается. Оля, я так же, как и Алина, комментарий, который вы зачитали в этом видео, перфекционистка. Сначала, увидев вас, подумала, как-то все в макияже и в маникюре неаккуратно, тяп-ляп. Что это за странная женщина такая? А потом просто влюбилась в вашу индивидуальность и уникальность. На самом деле, вы очень женственная, и это прекрасно, что у вас есть свой стиль. Учусь у вас не стесняться самовыражения в одежде, макияже и иметь своё собственное мнение. А самое главное, что вас интересно слушать. Спасибо большое. Вот, кстати, интересно. Мне очень цены такие комменты, потому что человек приходит, перфекционист, человек забывает, что он перфекционист и начинает, как говорят по-английски, to accept the person, принимать меня, такая, как я есть. То есть со всеми моими недостатками и достоинствами. Вот это важно. То есть когда человек берёт от меня самое лучшее и не обращает внимания на какие-то мои недостатки, там мои самые худшие черты, если они есть. Они есть у каждого. Но некоторые люди их выпячивают, а некоторые скрывают. Я не выпячиваю плохие свои стороны. Я тоже с ними борюсь. Но если не получается, я не реагирую на какие-то дополнительные тычки, потому что это начнёт нарушать мою ауру. А ауру нужно создавать, чтобы она была у тебя непробиваемая, чтобы тебя не кололи какие-нибудь абсолютно недоуменные, если есть такое слово, люди, которые иногда недоумевают. Почему я им сразу сию секунду не отвечаю? Хотя было сказано миллион раз, что у меня тут как производство. Я создаю видео каждый день, отвечаю на другие видео. И вот этот поток, это невозможно 24 часа в сутки всё отвечать. Всё, что успеваю, отвечаю. Причём там ещё спрашивают, почему ты не отвечаешь сразу? Я три вопроса задала, ты ни разу не ответила. И самое прикольное, что именно тому человеку я ответила все три раза подробно. В общем, да. Но пока это мы оставим на потом, может быть, я ещё расскажу кое-что, чуть позже. Так, вот ещё, значит, не пойму на какой клип, я там просто стою такая, это, скорее всего, короткие видео. Короткое видео минуту. Так он для этого и есть, шортс. Шортс по-английски короткое видео. Купите хорошую камеру, на вас интересно смотреть, но качество видео напрягает. Так это шортс. Иногда шортс бывает, даже на хорошей камере плохое видео. Господи, плохое качество. Так, значит, написала Елена Гусельникова на мой, вот буквально в жёлтенькой вот этой толстовке стрим. Вот слушаю про любовь к себе, и возник вопрос. Оля, а как ваш муж выражает свою любовь к вам? Как он выражает? Он заботится обо мне, я заботюсь о нём. Что там ещё любовь? Покупки друг к другу. То есть мы делаем покупки, но в последнее время бывают такие времена, что не до покупок таких вот. Вот тебе одеколон, а жрать нечего. Ты как бы думаешь, что лучше подойдёт человеку в данную секунду. Я делаю такие мелкие покупочки, он делает мелкие покупочки, или он не делает, вернее, я сама их себе делаю, он оплачивает. Как-то вот так у нас любовь происходит. Даже вот так вот мы сидим и смотрим телевизор вместе, просто в спокойной атмосфере, чего я и вам желаю. Это, мне кажется, тоже кусочек любви. Дальше там, если в постель и в спальню, я вас не буду приглашать, конечно. Это уже лично. Ну, так вот. Не знаю, поставлю это или нет, потому что тут двоякая вещь. Если я скажу имя этого блогера, это получается так, что она идёт на мой канал подцепить себе подписчиков. Вот даже я не знаю, читать про неё или нет. Опять она... Там, значит, клип у меня для тех, кто не видел сборная Солянка, где я в сером таком, со снежинками. Говорите по-русски. А описание канала, почему по-русски не написано? Странно. Ей ответили мои подписчики. Клавиатура на латинице, так как живёт Ольга в Канаде. Вы новичок на канале? Совет дня от хозяйки прозвучал. Смотрите видео. Там есть всё серебряные бабочки. Спасибо, что за меня защищаетесь. Причём на то сообщение там идёт 4 лайка. Я не понимаю, что она хочет. Если она хочет взять часть моей аудитории, таким вот наскоком, наездом, пришла на чужой канал, спрашивать сначала. Говори по-русски, типа. Пиши по-русски. Я пишу по-русски и по-английски. Там в шапке канала, это я создавала ещё 100 лет назад. Я не могу даже, кстати, войти туда иногда, чтобы просто переделать свою фотографию. А она хочет, чтобы я там шурудила. Ладно. На другое видео она спросила меня, значит, вот это про русский, потом она спросила про магазин одежды в каком-то очень захолустном районе Торонто. какой-то маленький, мелкий магазин. Куда я знаю? То есть я знаю, это там вот где-то на севере. Я туда не езжу, вот мне туда не надо абсолютно. У меня дел там нет. У меня все дела здесь, в даунтауне. И то я ей сказала вежливо, я говорю, я не знаю такого магазина. Я даже погуглила, представляете, не поленилась. Посмотрела, что к чему. Подумала, зачем мне эти платья? Такие слишком возрастные. Ответила прилично. Сказала, к сожалению, у меня нет такого платья. Я не делала обзор. И вот этот третий, конечно, коммент, это был, конечно, эпический. Придется идти наверх и найти этот коммент. Он недавно пришел. Так, значит, на видео ароматы с нотой миндаля. Это из недавних, где я там такой вот с шикарной блузки сижу, немножко зебры, немножко розы, немножко синего. В общем, да. Пишет мне. Странный блогер вы, мадам. Написала коммент несколько дней назад. Обычно блогеры отвечают. Ну а тут прямо игнор какой-то. Пять лайков. Значит, я уже объяснила выше, что я не игнорирую никого. Если только меня не оскорбляют, оскорбляют, допустим, либо они по возрастному принципу оскорбляют, либо по внешнему, я на это не отвечаю. И то отвечаю. Господи. Я даже отвечаю, сами знаете, на какие такие выточки. Сколько я уже этого наслышалась, уже навиделась. Просто ужас. Ладно. Так вот, вот я себя всегда ставлю на это место. Я иду к какой-то блогерше на канал и начинаю свой рассказ с наезда. То есть я начинаю свой вопрос с наезда. Во-первых, number one. Номер один. Я не иду никому на канал, вот допустим, блогер к блогеру. Если только я не восхищена этим блогером и не хочу сказать «Привет, как дела?», я была бы очень рада с тобой познакомиться, как блогер. Вот это я понимаю. Кстати, было такое в жизни. Я написала одной блогершей из Англии, потому что тогда у меня уже канал был несколько лет, но не набирал просмотров, а она буквально вышла и сразу такая в дамки. И она получила хорошее ревью, то есть у нее сразу появилось много подписчиков и, как говорится, followers и так далее. И я такая радостно пишу «Привет, как дела?». То есть тогда мне казалось, что раз все со мной на «ты», и я могу позволить себе сказать кому-то на «ты», тем более, что мы почти там одного возраста. Она всего лишь на два года старше меня. Ладно. И я и сказала, «Ой, значит, я тоже парфюмерный блогер, и это логично, если кто-то другой пишет, тот, кому пишут, он идет на того канала, смотрит, какие же видео тот создал. Ну какой-то вот код чести, что ли, между блогерами, если кто-то тебе написал, и у него хотя бы больше, чем три подписчика, я всегда делаю так, я смотрю, что он создал, какие видео». А тогда у меня было как минимум две-три тысячи уже этих видео и два просмотра. На что она такая, «Посмотрю как-нибудь». Как бы вроде бы и ответила, «Спасибо, хорошо». И вроде бы так ответила, что саданула так, что мне мама не горит. И казалось, и человек хороший, и мысли хорошо. Я думала, у нас столько много общего. То есть мы обожаем косметику, но, конечно, я не в такой мере, как она, но, тем не менее, и парфюмы. Она не очень любит, как я, но все равно, ну что-то же общее, хотя бы возраст, биография Советского Союза, я не знаю. Хотя, наверное, я не знаю, может, она нехорошо к нему относится, к Советскому Союзу, и отлично. То есть у нас англоговорящие мужья, но даже не в этом дело. Я подумала, что мы похожи. А оказалось, на поверху дня, что мы совсем разные. И мы так и не стали никогда друзьями, никогда она не написала ни одного коммента, она, правда, вообще никому не пишет. Но для меня это был, кстати, урок блогерства. То есть не со всеми можно так закорешиться, вроде как такая простая, как трусы и пару рублей 20, а коснись дела, даже не могла просто вежливо мне ответить. Я не прошу там каких-то дифирамбы мне писать, но вот я бы никогда так не сказала. Мне писали мелкие блогеры, которые начали только канал там по 2-3 подписчика. Я, как дура, еще им пишу, значит, со своим уже, как бы, наработанным именем Серебряная бабочка на их стену там какой-то коммент, какой-то видео, потому что она мне сама попросила, говорит, заходите в гости. Это я уже про другого говорю человека. И что вы думаете? Я пишу ей коммент, комплимент, через время захожу, почему они не отвечают? Так она еще мой коммент стерла. То есть она забоялась, что ее какие-то наклюнувшиеся подписчики убегут ко мне. В общем, такая вот у нас петрушка получается. Я не знаю. Мне хоть ставь, хоть не ставь вот это. Вот просто иногда хочется выговориться, но мои родственники, мои самые близкие люди этого не понимают. Им вообще это блогерство как бы так. Точно так же, как и мои сестры. Ну вот не прикалывает их это вообще. Они не врубаются в эту блогерскую сферу. Вот я с вами как раз посплетничала. Мне кажется, на сегодня хватит. Дальше больше. С вами была Силва Беттефлай, Серебряная бабочка. Пока-пока. Я полетела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова